здравствуйте меня зовут максим я автор программы poster pro poster free обзор который сейчас буду делать это обрезанная программа по функционалу poster pro здесь отсутствует прокси то есть программа не может работать через прокси и аккаунт здесь можно добавить только один в poster pro можно добавить сколько угодно аккаунтов и использовать прокси это в принципе все отличие от других отличий здесь нет ну и да poster pro немного платная free бесплатная качаем poster free запускаем после установки у нас появится на рабочем стиле ярлык poster free запускаем для того чтобы запустить программу нам нужно зарегистрироваться на сайте здесь вот вводите свои данные мете отправить все дальше свои регистрационные данные вводите сюда и жмите кнопочку логи программа откроется на вкладке аккаунты для того чтобы работать с программой в первую очередь нужно добавить аккаунт нажмем на кнопочку авторизация в это поле добавляем аккаунт в формате логин двоеточие пароль меня купленный на джеки авторик дальше чтобы у нас все было красиво отображалась фоточкой ставим здесь галочку получать данные о пользователе и фото нажмем автоматическая авторизация окно браузера при авторизации нельзя перед открывать другими окнами может не сработать закрываем авторизация вот у нас аккаунт также на вкладке аккаунт доступна функции выгрузки аккаунтов файл но это актуально только в про версии удалить аккаунты настройки прокси здесь можно добавить прокси посмотреть как работает все чекер работает но к аккаунту прокси не применяется также здесь располагаются настройки капчи капчу можно вводить в ручном режиме можно с помощью сервиса антикейт можно с помощью сервиса ру капча также капчу можно гадать автоматически последняя функция на вкладке аккаунт и она вам пригодится если вам нужно будет что-то сделать вашим аккаунтом через браузер вот кнопочка браузер можете запустить откроется страничка вконтакте где ваш аккаунт уже будет авторизован может вам сообщение понадобится написать еще что-то какую-то информацию посмотреть ну вот в принципе все что на вкладке аккаунт и далее для работы вам понадобится парсер на вкладке парсер у нас еще три вкладки парсер групп парсер пользователей дополнительно парсер идентификаторов регионов стран и городов вкладке группы кликаем вот сюда чтобы парсер работал для того чтобы с парсером попросить группы вам нужно ввести ключевые слова после того как вы ввели ключевые слова нужно поставить глубину поиска и выбрать тип групп которые вам нужны будем искать все искать найти на 100 групп если поставим здесь игнорировать закрытые группы то у нас из этой глубины найдено голову из количества найдено групп уйдут закрытые группы то группу в которую нужно сначала вступить чтобы что-нибудь постить также тут можно добавить минус слова тогда у вас будут исключены группы с такими словами в названиях вот таких нету вот такой точно есть искать 84 вот этот вот эти вот настройки также здесь можно добавить идентификатор города в котором должна располагаться группа также можно добавить идентификатор страны вот эти нас с этими настройками парсер работает очень быстро если подключаются настройки которые ниже допустим искать только открытые стены или искать ограниченные стены искать ограниченные и открытые стены в этом случае если вот не так вот искать любые стены а еще какие-то другие какой-то другой режим тогда на каждую по группе будет отправляться отдельный запрос поэтому парсить будет намного медленнее то есть для этого на 84 группу вот этих будет еще 84 запроса вконтакте чтобы понять есть там открытые комментарии нет там открытых комментариев что это за группа также здесь в этом фильтре можно искать группы с включенными сообщениями админом также есть режим поиска контактов групп тогда у вас вместо ссылок на группу и здесь будут отображаться к либо идентификаторы вконтакте админов либо там идентификаторы и телефоны дальше у нас вкладка пользователи здесь также есть фильтр можно фильтровать по полу можно фильтровать по возрасту можно фильтровать по дню рождения идентификатор города страны можно искать только с открытыми стенами профиля можно искать только с открытой личкой можно парсить пользователей онлайн выставляя соответствующие галочки также здесь можно парсить по ссылке то есть htps двоеточие 2 слыша в к точка ком slash club и идентификатор либо там домен указан группы либо можно парсить по идентификатору состоит парсить по ссылке тогда вот сюда вводим ссылочку если надо парсить по идентификатору вот сюда вот в этом режиме отводим идентификатор можно парсить пользователей сообщества можно парсить пользователей друзей так давайте попробуем что-нибудь спарсить допустим по ссылке будем парсить пользователей сообщества парсить должен отметить что в этом окне ссылки на пользователей отображаются только для наглядности здесь по моему 1000 или сотня всего да здесь сотня ссылок если вам нужно сохранить идентификатор и пользователей то вы сохраняете это в какой-нибудь файл любой сохранить вот он наш файл также можно сохранить как идентификатора вот у нас идентификаторы ну собственно с парсером наверное все если какие-то вопросы будут вы можете их задать в telegram канале далее у нас главная вкладка это рассылка настоящий момент в программе очень мало режимов постить только на стены постить только в комменты постить на стену и в комменты постить на стену если нельзя то в комменты и режим рассылки в личные сообщения по списку айди первое поле это сообщение для рассылки сюда вы будете вводить сообщение которые вы будете рассылать сейчас я вам покажу как надо составлять сообщение как сообщение составлять не надо чтобы вас не забанили вот допустим вот так вот сообщение составлять не надо у вас всего один вариант текста будет для рассылки нужно немного добавить синонимов с помощью такого вот синтаксиса открывается скобка сначала потом синоним черта вертикальная скобка закрывается также можно 2 3 4 5 хоть 10 100 вариантов одного слова писать если мы вот этот текст возьмем который совсем немного рандомизирован вставим то мы уже увидим 192 варианта рандомизации чтобы вы поняли насколько это хорошая штука я вам покажу сообщение которое я часто отправляю для тестов по группам добавь друзья вот все вот это вот сообщение вот вы увидите две строчки и вариантов рандомизации здесь уже 382 миллиона то есть это сообщение ни разу не было отправлено одинаково скорее всего из такого вот текста это очень важно иначе вас будут блокировать даже если вы будете каком-нибудь котенка по городским пабликам объявлений отдавать добрые руки вам просто автоматически прилетит бан поэтому нужно обязательно делать составлять текст вот так вот дальше у нас поле айди групп если вы рассылаете по группам то здесь айди групп если вы рассылаете в личку то тут айди пользователей вам нужно указать группу вы можете взять их из парсера так добавить друзья 100 только открытые стены искать 88 групп здесь можно просто зайти нажать кнопочку скопировать из парсера и из парсера групп скопируется если будет иди пользователь то скопируется из парсера пользователей также можно добавить через файл вот так вот у нас другие айди конечно не групп но разницы не эту программу не разбирает вот добавлено дальше у нас идет поле оттачи поле оттачи предназначено для того чтобы прикреплять уже загружены на аккаунт фотографии аудио видео опросы на touch выглядит как строка если это фотография то фото дальше идет идентификатор владельца нижнее подчеркивание и идентификатор самого объекта фотографии видео или аудио это подробно описано то что можно прикреплять в документации вконтакте это фотографии видеозаписи аудиозаписи документы вики страницы заметки опросы альбомы товары подборки товары плыве листы с аудио но вам для того чтобы прикреплять что-то отличная фотографии вам нужно при авторизации возможно будет выставлять аудио видео page для вики страниц потом документы для документов марки для того чтобы работать с товарами тут оттачи можно прикреплять до 10 штук если еще прикрепляете ссылку вот это поле также предназначена только для рассылки по api здесь можно разместить много ссылок но прикрепляться будет по одной ссылке если есть ссылки то больше 9 оттачи вы уже прикрепить не сможете оттачи можно прикреплять по очереди или все сразу также по рандомизации текста хочу добавить что вы можете посмотреть на youtube и очень много видео и там все подробно уже давно объяснила если вопросы какие-то возникнут сначала посмотрите на youtube это все очень просто далее идет раздел картинки если вы щелкаете прикрепить изображение то оттачи уже не прикрепятся при рассылке по api и картинки будут уже браться из этого контрола вы можете добавить какое-то одно изображение можете добавить сразу же папку с изображениями так вот можно просмотреть теперь когда есть сообщение иди групп изображения все что нужно можно приступать к созданию рассылки вот откроется выбор режима окошечко вы можете рассылать через браузер программу будет в разных режимах работать по-разному есть скрытый режим браузер запускается скрытого режиме это предпочтительно есть видимый режим когда у вас будет открываться окошечко и будет отображаться то что происходит в браузере и диагностический режим браузера у вас будет открываться реальный браузер и будет происходить рассылка вы там можете даже покликать что-то но если вы куда-то кликните вы можете нарушить работу скрипта это во-первых во вторых если вы перекроете это окошко браузера каким-то другим окошком допустим любым то тогда у вас не найдется элемент во время поиска для клика и не кликнется поэтому диагностический режим он нужен только для того чтобы когда у вас что-то не работает вообще допустим запустили даже в видимом режиме посмотреть что в браузере происходит а там белое окно то там какая-то ошибка она не будет высвечиваться на ней рендерится она не передается вам нужно запустить в диагностическом режиме и посмотреть чаще всего в 95 процентах случаев там проблемы с соединением с прокси или еще там какие-нибудь с днс поэтому этот режим для рассылки использовать нежелательно лучше всего использовать режим рассылки браузере через скрытый режим видимые диагностические режимы они предназначены для того чтобы просто посмотреть если есть какие-то неполадки что-то непонятно также есть режим рассылки по api когда программу отправляет с помощью вашего ключа который вы получили при авторизации от имени пользователя какие-то команды сообщения и вконтакте он там или что-то публикует или выдает какую-то информацию для парсинга это все через api происходит в чем достоинство api это в том что по api программа работает стабильно даже если есть какая-то ошибка она как правило обрабатывается и выдается сообщение минусы программы папе то что ваш аккаунт теряет трастовость то есть если вы через браузер можете разослать там 50 сообщений за сутки рандомизированных то папе у вас будет просто напросто меньше лимит далее вы можете настроить либо запустить рассылку сразу которую вы создаете либо вы можете ее запустить по расписанию когда вы ставите запуск по расписанию у вас активируется кнопочка настроить расписание здесь вам надо кликнуть на число изначально кликнуть на число чтобы здесь активировалась вот эта вот запись дальше выставить время когда вам удобно чтобы запустилась рассылка и можете уже сохранить либо сделать вашу рассылку цикличной и задать интервал времени допустим раз в час вы хотите рассылать и также можете установить количество повторов если вы будете запускать с интервалом то конечно надо чтобы было больше одного запуска далее вы должны сохранить вот этот выбор назначить аккаунты или выполнять активными аккаунтами он версии free вообще не работает поэтому нужно сразу же жать создать и на вкладке задания у вас появится ваше задание которое вы можете оставить чтобы она запустилась по расписанию либо уже запустить самостоятельно вручную задание вы можете добавлять столько сколько как вам нужно это никак не ограничено для того чтобы получить информацию какую именно когда несколько заданий чтобы понять где какое задание вы можете навести на режим постинга и у вас тогда появится подсказка где будет какое сообщение отправляется сколько аккаунтов рассылки количество групп метод рассылки и режим также вы можете удалить чтобы запустить задание нужно нажать вот на эту кнопочку после того как вы запустили у вас здесь появится лог того что делает программа если задание несколько для переключения между логами заданий нужно кликать просто-напросто по заданию кликнули по одному заданию кликнули по другому заданию и у вас будет отражаться лог именно того задания по которому вы кликнули также вы можете поймать капчу если поймали капчу то все зависит от настроек капчи у меня стоит разгадать автоматически меня полностью устраивает вот капча разгадалась но разгадалась неправильно поэтому мы словили еще одну капчу после того как сообщение размещено в группе у вас появится ссылка на эту стену вы можете зайти и посмотреть размещалось ли ваше сообщение или нет это отдельный профиль а запускается вот наше сообщение если вы хотите вы можете авторизоваться вконтакте и когда вы будете проходить по таким ссылкам у вас под определенным аккаунтом вы будете заходить вот и все что я хотел рассказать про свою программу если возникнут какие-то еще вопросы то можете перейти по ссылке на сайте контакты и зайти в телеграм можете задать вопросы там есть еще какие-то остались у вас